Ребята, всем доброе утро. Мы сейчас просто в шоке. Вышли мы на курсы, идём и видим, что вообще на улице практически нет людей. Не практически, а вообще никого нет. Машины не ездят, вообще никого нет. И Настя же говорит, что сегодня праздник. И что, это получается эти закрытые магазины, супермаркеты? И мы идём, между собой шутим, что может сейчас придём и школа будет закрыта. Пожалуйста, школа закрыта. Я не знаю, почему мы не посмотрели в календарь этих праздников, которые у нас есть. Ну их просто надо искать, этот календарь. В группе, в приложении. Не посмотрели и непонятно какая-то такая предупреждена. Просто пришли, всё, дверь закрыта. Надо было посмотреть, но я вообще, у меня из головы вылетело, что этот праздник, потому что вообще не до этого было абсолютно. Ну да, мы сделали домашние задания. Всё сделали, да, и такое, пришли чисто просто так. А учительница, мы учительница пишем, типа, вот пришли, фото скинули. А она пишет нам, типа, а вы что, не видели, что людей на улицах как бы нет? Типа, сегодня уж праздник, типа, выходной день. Мы такие, ну нет. Ну да, я написала, да, не видели. А она пишет, хватит использовать переводчик. Переводчик, типа, читай, что я говорю и пиши мне сама. Нам нужно поговорить об этом в понедельник пишут, смайлики. Ой, я в шоке. Ну да. Ну да, всё, я не знаю, идём домой. Будем делать продуктов у нас, кстати. В смысле, мы же купили вчера. На сегодня, а завтра тоже выходной? Да, я в шоке. Короче, как-то так, ребята, капец. Что будем делать? Ну ничего, идём домой. Всё, ребята, мы дома. Не знаю, я даже расстроилась, потому что, ну реально, собрались, встали, проснулись. И такое, пришли, реально всё закрыто. Я в шоке немного. Я вам прочитаю, что писала учительница. Я ей пишу, что мы пришли, всё закрыто. Мы не знали, что сегодня будет выходной. И она пишет, hört auf, mit dem Handy zu übersetzen und passt auf, was ich sage. Это типа, потом я перевела, не использую переводчик, а слушай, что я говорю, или читай, что я говорю. Переводчик, это просто переводит. Я пишу, ок, из маленьких. Я напишет, habt ihr nicht gemerkt, dass gestern die Geschäfte geöffnet waren, und dass heute die Busse anders fahren? И куча знаков вопрос, я вас клецать, я не знаю. Ун, dass heute kein Mensch auf der Straße ist. Я пишу, я heute keine Leute auf der Straße. Ich glaube, am Montag, müssen wir reden. И смайлики такие интересные. Ой. Я ей тоже смайлики такие написала. Ну, короче. Я думаю, что мы её повеселили. Вообще, это, конечно, не смешно. Ну, такое. Реально, даже расстроились, потому что не знаем, что нам теперь делать дома. Такое. Надо было, конечно, посмотреть. Но я же говорю, вообще с головы вылетело то, что завтра, ну, вчера вылетело то, что завтра праздник. И я ей на это не обратила внимания и не посмотрела в этом календаре, когда у нас выходные. Часто просто эти все праздники выходные, поэтому уже реально можно запутаться. Ой, ладно. Как-то так. Не знаю, чем мы сейчас будем заниматься. Настя, как обычно, будет пить кофе, чтобы не спать. Не знаю. Такое. Говорю, Настя, смотри. Вчера помыла голову, не посушила, просто расчесала. И вот вам эффект, как её от носков. Сейчас они уже такие менее волнистые. Но когда я только проснулась и расчесала, они вообще были волнистые, волнистые. Не знаю, надо опять будет подстригаться, потому что, когда Настя подстригла, они уже быстро отрослито. И она не так много состригла волос. Не знаю, сейчас, может, зайду, посмотрю какую-нибудь девочку, которая подстригает. Или вообще, не знаю, может, какой-нибудь салон. Не знаю, надо что посмотреть. Да? Что? А тебе не надо подстригаться? Да, у меня надо покраситься, но что в салонах, что наши девочки иногда берут дорого. Стой выше, я покраску хочу сделать. А тем более на мои волосы, надо что-то придумать. Точнее, знаешь, что... Я могу покрасить. Ну, я не знаю. Скорее всего, мы будем просто обычной краской краситься. Ну, будем покупать, потому что уже дорого. И сейчас таких денег нет, чтобы ходить по салонам. Ну, да, Лориаль, наверное, какую-нибудь возьмут. Ну, Лориаль, да, за 8-10 евро какую-то, может, хорошую. Но вот это, что мы ходили в немецкий, мазили, типа, там, краски. Я не советую, не буду никогда туда ходить. А, да. Девочка вообще дала не ту краску, но тот, кто смотрел видео, тот знает. Подожди! Я хотела показать те тапочки, которые мы купили. Мы же вам не показывали тапочки. А, я уже в них сегодня ходила. Так и не подошла на курсы. 10 евро такие тапочки. Urban Brand. Вообще нормальная цена, я считаю. А я взяла такие вот. Puma. 25 евро. Да, это я за 10 евро. А, и босоножки показывай, господи. Вьетнам делает. Мэйден Вьетнам. Ну, они такие мягенькие. Конечно, 25, наверное, дороговато. Ну, такие они, неплохие тапочки. И вот босоножки красивые, Настя, сейчас. А это, что запачкало? Это ж такое, и оно и есть. Ну, все равно вымыть надо. Вот. Bench тоже фирма такая. Сколько они? Неплохие, симпатичные. В этом... Дешман? По скидке они сейчас. Стоили они 39. А взяла за 32 евро. Да, скидка классная. Удобные, да? Удобные, да. Не симпатичные. Мне не понравились. Под жинсы, под юбочку, под что угодно под платье. Видите? Да, мне они понравились. Такие прикольные. А сейчас такое воно. Сейчас... Обычные босоножки. Да, чтобы вот так, как сейчас было. Типа, закрыто. Типа, типа... Ну, я думаю, с вами больше всего. Такое... Не знаю, чем мы будем заниматься. Хорошо, что вчера вы видели распаковку, хоть что-то купили. Потому что все закрыто. Ну, что, ворота. Надо было нам реально вот это зайти, посмотреть в этот календарь этих всех праздников. Нет, я из-за того, что, знаешь, у первых чего? Потому что вот когда-то на курсах она говорила, когда праздничные дни, и я записывала себе в календарь. Ну, раз, что-то ничего не записывала. А именно такого числа я не вижу. Все, у меня, ребята, такая какая-то проблема, я думаю, вы видите, да, вот на этом глазу. Это было пару дней назад, и оно вот прошло, вчера прошло. А сегодня опять я проснулась, и у меня нереальная боль. Сначала думала ячмень, потом понимаю, что это никакой не ячмень. Я не знаю, у меня там вообще какой-то... Надо пойти будет провериться, потому что он какой-то там этот... Как шарик, но он у меня уже очень много лет, а? Не челяк, то, что выскочила рядом. Вот то у тебя, да, всегда было, да? Да, то было всегда, ну, не то, что всегда, но много лет, и я не думаю, что это что-то такое страшное. Но вот это то, что красное появляется, оно очень болит, я не пойму, что это. Потому что обычно, когда ячмень, то полностью весь глаз краснеет, и я понимаю, что это ячмень. Но боль, кстати, очень похожа на ту, которая, когда ячмень. Может, челяк? Челяк, он не такой. Не знаю вообще, что это значит. Может, тебя что-то укусило? А, кстати, у нас уже комары появились, кусают вовсю. Такой у меня здоровый какой-то комар укусил вообще, прыщ на ноге конкретно. Ну, укус, от укусу. Ой, я не знаю вообще. Что делать? Спать? Да я не буду спать, я буду браться, что делать. Ой, я так поняла, это сегодня праздник, после Троицы. Ты читала, что этот праздник только в пяти землях, да, отмечается? Ну, да, в каких-то некоторых землях, и что праздник тела, я так поняла, Христа. Потому что про Христа, Христос. Надо будет ей, кстати, написать с праздником. Сейчас она мне ответит, то, что я ей написала. И поздравим ее, такое. А ты что, хочешь спать? Хочешь отдыхать, да? Да нет, ну, не знаю, убирать будем. Что нам делать остается? Такое и пойти некуда, не знаю. Да, так ты говоришь, киоски закрыты тоже. Киоски закрыты? Да, он закрыт, как, ну, вот эти. Так киоски ж обычно вообще на все праздники открыты. Да, это не работает, это именно праздник полностью. Ну, не что, рано, как они называются. Ролеты? Да, полностью закрыты. Чего? Странно очень. Ну, в день и в день нет, сейчас сразу же, и я смотрю, и я... Да, мы реально вышли по приколу, думаем, между собой, Настя, сейчас придем, будет все закрыто, смеемся, ага, что? Говорю, не автобусом ничего не ходит, но один человек, походу, что-то, видимо, какая-то работа работает, и один человек вышел на велике, взял вот этот велосипед, который... На прокат. На прокат, да. Он не знал, как разобраться с ним, видишь, все на работу. Мы тоже на этом велосипеде, на социальном жилье, когда-то на прокат брали с девочкой, которая с нами жила, и такое вечером катались. Планировали доехать до центра, но потом реально было страшно. И дорого получилось. Да, ну, не прям дорого. Нет, только если мы правильно знали маршруты, если мы медленно ехали останавливать. Ну, да. Короче, такое. Еще у нас новость, Кевин приедет 15-го числа, вроде как он и его семья не против сниматься, я не знаю, это, конечно, еще нужно будет уточнить. Но хотелось бы, конечно, заснять и хоть как-нибудь, и показать вам, что это непридуманный человек, непридуманный, выдуманный персонаж, как-то многие думают. Да, я буду все снимать. Не знаю, вот даже был эфир, когда Настя делала суши, и вы видели, что пишет он, мама и его папа. Да. То есть, даже если чисто теоретически Кевин был выдуманный, и это были бы мы, типа, то как мы можем одновременно с вами общаться и писать еще, получается, с фейковых каких-то страниц. Плюс у них там фотографии стоят, ну, в общем, не знаю. Тот, кто думает, что это придуманное, он очень ошибается. Да, увидит в итоге. Я все равно, я сейчас даже скажу видео, чтобы Кевина родители знали, что я буду все снимать, ну, чтобы они были согласны тоже сниматься. Настя ставит перед фактом. Сначала приезда и отъезд. Серьезно? Да, я буду снимать. Да. Я сейчас навремяю. Ну, надо сначала спросить, но Кевин сказал вроде когда, не против. И они когда-то говорили, что они против сниматься. Но это надо уточнить, потому что не все хотят сниматься. Не привыкшие люди к камере. Ну, как говорил там один блогер, если люди хотят с нами общаться, значит, они принимают нас такими, какие мы есть. И нашу, хотела сказать, занятость, наше хобби тоже принимают. Как-то так. Вот еще хочу показать вам цветок. Что тут уже с ним происходит не очень хорошее. Настя, ты видела? Что? Да что, цветок. Тут уже дырки в цветках. В этих. Надо палить. Не знаю. Он просто должен стоять на подоконнике, но я не знаю. Настя, надо, чтобы что? Солнце поступало? Оно должно при 20 градусах тепле. При 20 градусах тепле. Ну, не знаю. Ну, а что она тогда дырками сделалась? Где? Ну, иди посмотри. И можно опять покупать. Как покупать? На стояток покупать. А, палить. В общем, будем как-то спасать. Будем, короче, сейчас убирать. Пыль везде повытираем, полы помоем, освежим немного эту квартиру. И не знаю, чем будем заниматься. У нас такое все как-то сейчас непонятно. Вам хорошего дня. Хороший выходных. Те, кто отмечает этот праздник с праздником вас. Это там пять земель отмечают этот праздник. Так что так, ребятки. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Те, кто отмечает его. Продолжение следует...